С общепринятой историей, впервые трансплантацию органа от человека к человеку выполнил профессор Юрий Вороной. И произошло это только в 1933 году в Херсоне. А первая в мире пересадка лёгкого была проведена ещё позже, в 1963 году. Тогда доктор Джеймс Харди заменил своему пациенту лёгкое, но тот вскоре скончался. Но если нашим предкам действительно было под силу тысячи лет назад проводить сложнейшие хирургические операции, то поверить в то, что именно они могли возвести Великую Китайскую стену, не так сложно. Цивилизацию Китая с севера строили выходцы из русских территорий. Они пришли с севера и буквально центральной области и северной области Китая современного заселили и сделали там свою цивилизацию. Они же строили эту стену, которая, в общем-то, всё-таки являлась и в какой-то части, то есть фрагменты этой стены, они в какой-то части являлись и военными сооружениями всё-таки. Но если именно славяне даровали китайцам знания, то что же произошло тысячи лет назад? Почему русский народ отделился от китайцев высокой неприступной стены? И действительно ли такое невероятных размеров укрепления необходимо было возводить для защиты от людей? Или Великая Стена служила преградой от нечеловеческой силы? Ключ к разгадке исследователи обнаружили в древнерусском предании, согласно которому много тысяч лет назад между русским народом и неизвестной цивилизацией, которая называла себя расой Великого Дракона, велась длительная кровопролитная война. Потери с обеих сторон достигли таких размеров, что человечество оказалось на грани вымирания. Причём самое удивительное заключается в том, что вот отголоски вот этих великих сражений мы находим в славянских легендах, в китайских легендах, в легендах народов Сибири. И даже есть упоминание о том, что происходило какое-то великое сражение между белой расой и расой дракона. Согласно легенде, итогом войны стала победа белой расы. И 7523 года назад между двумя цивилизациями был заключён мир. Русичи назвали этот день сотворением мира. С этого момента славянский народ создал первый в истории календарь, который просуществовал до Петровского времени. И мало кто знает, что знакомое каждому с детства изображение герба Москвы, на котором Георгий Победоносец побеждает дракона, ничто иное, как отражение древней битвы, когда славяне победили народ дракона, то есть китайцев. И мы видим отражение этой легенды, и в легенде потом уже, наверное, Георгий Победоносцы. Любопытно, что Георгий Победоносец известен и ведом Руси. Он известен как Егорий Храбрый. Один из вождей, из князей, почитается до сего времени. И до сих пор изображается на наших монетах. Пятиндесят копеечные монеты, там изображён Егорий Храбрый, Георгий Победоносец. Легенда гласит, после сотворения мира была построена Великая Стена, которая обозначила границы государства древних русских. Народу Великого Дракона было запрещено переступать границу, которой служила Великая Стена, получившая название Кий-Тай. Историкам хорошо известно, что слово Кий на древнерусском языке обозначено...